добрый день дорогие друзья приветствую вас в городе краснодар мы находимся в парке краснодар но мне все-таки больше нравится когда его называют парк галицкого потому что тот человек которого создал вот именно он есть ему вот просто низкий поклон за все то что мы с вами увидимся сейчас еще строится одна очередь парк и там будет и депутский сад на территории вообще на 6 вообще по-моему самый большой в мире за территории японии но пока мы с вами прогуляемся по весеннему настроению еще немножко еще чуть-чуть распустятся листочки будет все гораздо красивее заработают фонтаны но это потом но пока все вот в таком формате как вы можете увидеть в нашем видеосюжете не забывайте подписаться на наш телеграм-канал море ос также буду рад вас видеть в контакте юра озаровский в яндекс дзене юра озаровский обязательно друзья добавляйтесь в рутуб юра озаровский в общем жду от вас лайков и поделитесь но также подпишитесь на канал и так по краснодар мы начинаем о месте в котором сейчас записывал я началом это здесь аллея посредине фонтанчики ремное количество скамеечек конечно можно полежать и зарастает это все зеленью здесь находится офигенный автоматический бесплатный туалет бесплатный туалет в парке краснодара нажимать сработает под датчику и здесь вот вы можете увидеть как работает водичка то есть подносите руку вот вода пошла здесь хотите мыло вот мыло заработал это сразу ручки посушить здесь фонтан будет стоять водичка заходить не правда нельзя тоже можно сидеть огромное количество деревьев но все-таки надо смотреть на него по зеленью когда зацветет чтобы обязательно заедем сюда тем более мне в краснодар сейчас ездить очень часто так как делаю зубы в клинике в адент на улице яна полуяна 53 это реклама от души потому что мне вчера удалили зуб ставили импан и поставили коронкой вы даже не узнаете есть у меня удаление это или нет и я с вами иду разговаривали ничего не болит станислав один из лучших врачей советую от души ребята там находится магазин именно одежды клуба футбольного краснодар мы сейчас с вами идем к одной из новых зон которая была реализована буквально перед этой зимой она была фантастически красиво смотрелась ночью можете на обзоре на канале у меня посмотреть как выглядит именно ночной новогодний парк краснодар за 2022 год уже что обратить внимание так вот выглядит первая зелень которая появляется в парке очень много таких вот деревьев красивых как стоят возле магазина символики мы двигаемся отсюда на полянку сегодня так как рабочий день людей не очень много пакину под вечер обычно собираются гораздо больше вот на таких вот скамеечках можно просто сидеть болтать то есть таких зон здесь очень много чтобы с комфортом проводить время и наслаждаться здесь еще один кстати туалет под нами находится но там находится сам стадион уже средственно место притяжения да и хоть бы раз побывать чем бы ты был в парке много раз на стадионе ни разу хотя мне даже один раз приглашали ночью мы видели вот эту инсталляцию и она пульсирует это так круто выглядит вот дети бегают лазит все смотрят на нее смотрится восхитительно ну сейчас здесь открывается просто супер вид на сам парк краснодар можно посмотреть на что одна из наивысших точек парка эта зона появилась ну в этом году впервые пока единственное зеленая мы встретили этом магнолии вот в этих горшках стоят все остальное по-зимнему выглядит здесь вы можете увидеть камелию которая готова выпустит уже свежие листочки выпустить букетики цветочков но пока тоже нет стоит и ждет когда же все начнется мне очень радует что даже вот на улице стоят эти зеркальные панели не такие чистые прям смотрится красиво и ты тут тоже свете кустики готовятся чтобы зелень пустить очень ребята еще пол месяца где-то я думаю и только потом приезжать чтобы увидеть всю красоту пока именно зелени здесь конечно не это зимние пейзажи а людей достаточно даже сейчас смотрите в рабочий день вот насколько востребован и разрекламирован этот парк что даже днем когда нет зелени огромное количество и гостей и жители города краснодар прогуливаются здесь это не где-то на озере мы находимся стоим вот просто в центре парка посмотреть какая водичка который манит чтобы не зайти от честно кстати не знаю можно ли летом не заходить гоняет или нет напишите если в курсе по куча его с той стороны тоже вообще классно такая погода знаете какой-то осень наоборот начинается ветер сегодня 25 метров обещает и шумят листиками дубы колдуны неопавшими кстати странно почему они остались ремонтные работы которые проводят прям вот здесь сейчас краснодаре так он в тот надо сходить еще с нами террариум этот прям залипают прогулок на честно очень нравится очень классное пространство зоны для отдыха прогулок выглядит восхитительно заходим в зону отдыха конечно когда приезжай сюда летом здесь все просто в листях смотрится это нереально круто здесь работает фонтан трогательный да и уже сняли ограждение которое защищало от холодов вот эти вот растения и можно сказать что первая зелень которую мы с вами сегодня встретили место очень крутое потому что можно посидеть возле фонтанчика но таких вот классных стульчиках и получить бурю эмоций а также вот мы спускаемся вниз этого амфитеатра и там еще деревянные скамеечки лесенка скамеечка и наконец-то мы нашли первые цветочки а какая красота ура все-таки мы нашли цветение в парке галец кого третьим можем видеть что раскрывают пальмы я честно думал что они все погибли но нет можем видеть что вот одну спилили как-то странно может быть конечно из них еще начнут расти листочки погибшие тоже есть выглядит честно это очень 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 больно для сердца но будем надеяться что будут расти потому что они их неизвестно держали всю зиму этому чтобы совсем все плохо было того же бы даже не стали бы сохранять сразу бы по выбирали или поза менять потому что там он дальше пойдем целая аллея без цветочков еще очень знаковая зона она очень классно смотрится когда работает здесь фонтанка прям перелив идет сверху льется водичка туда можно зайти за ней пройти и с подсветкой выглядит вообще просто фантастически мы с вами давайте поднимемся наверх потому что там тоже очень красиво детки гоняют разных видах транспорта в общем парк привлекает очень много людей поднялись на вверх здесь эти монументальные такие сооружения для сохранения этих растений зимний период времени и все ждет когда же когда то есть посмотрите вот лавочки эти по ним бывает чуть-чуть стекает вода резервуар с водой заполнены полностью стоит то есть сюда приходишь и вокруг тебя помимо от этих деревьев фантастических таких зелененьких классных еще и вода вокруг место прям завораживающие ты можешь сесть на эту скамеечку и получать просто удовольствие здесь вы можете увидеть пальмовые аллеи они тоже вот без вершков так сказать зеленых и вопрос все-таки открыт выжили ли эти пальмы или нет и так мы все-таки нашли оазис в парке краснодарю красота смотрите друзья здесь в теплые периоды времени хотя сегодня 23 и 4 градуса показывает у нас работает фонтан фонтан очень классные в которой хочется приходить и наслаждаться потому что особенно в летний период пробежаться под ним будет очень круто сейчас объясню причину принцип ее действия этой усилительной процедуры то есть здесь арочка создается из водных лучей и слева и справа то есть не так перебиваются от отсюда с этих дырок и он в те дырочки уходят и под ними можно проходить ну и самое клевое что здесь магнолии посмотрите прям чуть-чуть солнышко бы еще кто не включил было бы классно и мы спускаемся вниз посмотрите на это чудо единственное опять ко всем же обращаюсь ребят не кидайте пожалуйста монетки рыбкам это очень плохо и тут постоянно старается собирать и убирать вот они караси вот выпрашивают покушать кормить рыб тоже нельзя все потому что у них корм свой чтобы не испортить им жизнь 0 все еще пробуют их и подкармливать ну выглядит здесь прям все очень 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 классно вы можете видеть сколько сюда людей не собиралась красота вокруг и вот таких вот маленьких детков о чудесное место для того чтобы прийти порелаксировать не надо ехать туда на рыбку девочка сейчас рыбу поймать поджарит еще 8 монет все ночи много жалко что люди это делают но еще надо время потому что цветение появляется какой-то вот как настил такой вот стелищиеся растения и на нем уже первые такие клевые цветочки смотрите заработал первый фонтан но это не фонтан комплекс каскадных водопадов ребята и смотрите как это выглядит по ним можно ходить особенно летом очень круто здесь внутри можно на скорейчиках прийти и отдыхать практически все скамеечки заняты что-то полежать шумят деревья ветер и в эту сторону также работать каскад и вы можете увидеть что уже чистят чтобы все было красиво идеально супер просто здесь находится только пирамидка очень красивый комплексом также в зеленом цвете сделан благодаря вечно зеленым растениям пустарнички и мы заходим вовнутрь здесь также плавают рыбки и по центру стоит дерево сейчас она еще защитным чехле но здесь круто то что создается течение вот в этом аквариуме я рыбки плавают лица вдоль ночи он подсвечивается и выглядит это еще гораздо более масштабно плюс ведь он такой зеркальный этот лабиринт отражение со всех сторон есть смотрится очень клево ну и собственно к рыбкам тоже тут пытаются кинуть монетки рыбки ждут каких-то там подкормов вот с этой стороны их видно как звучит на ветер гоняет вот они тоже пытаются охотиться о красота привет рыбы сейчас с вами подходим к одному другому знаковому месту инсталляция и ночью под подсветкой на выглядит еще круче хотя сейчас принципе он таки классно вроде бы по газу не хватить только что видел свадебную процессе который бегал фотографировал смотрится вау вот везде можно купить напитки какие-то перекусы взять здесь находится такая вот инсталляция то есть объединение технологий и человека по ней можно прогуляться чем примечательно это дерево тем что это настоящий баобаб он такой крутой прям толстый ствол посажен сюда уже большим и живет сюда на душе давайте вместе с вами прогуляемся по этой улитки потому что прикольное такое состояние ты поднимаешься вверх и изначально думаешь сколько много тут идти на самом деле здесь просто две дорожки два входа и выхода с ними сейчас можете подняться на место и пойти на 2 поэтому это не занимает таки много времени но выглядит очень классно единственное что надо стараться не лазить по газону то что эти тяжело удержать газон на таких склонах люди настолько пытаются сократить путь наслаждайтесь в парк пришли отдохнуть и очень радует вот видеть что очень много людей сидят действительно так на стульчиках и отдыхают получаю удовольствие дальнейшем вот эти вот возле деревьев территории будут заполнены водой и это будет еще более красиво и очень атмосферное место представьте цветет сакура водичка снизу в вечернее время здесь очень красиво фотографии можно делать но кто-то бежит чтобы успеть выгадать жизнь не спешите вы все честно успеете здесь есть ресторанчик цены конечно выше среднего но прийти покушать можно и вижу что очень много кстати свадебных сегодня фотосессий здесь проходит еще неделька и сакура будет в полном цвету и мы делаем последние шаги и завершаем уже наш маршрут прямо на самом верху смотрите здесь а здесь такой stonehenge из скамеечек стоит и вы пришли сели по сторонам посмотрели удовольствие получили очень классно обязательно напишите бывали в этом месте вы можно узнать понравилось вам или нет но мы продолжаем дальше еще очень много красивых видов нас ждет вот и чтобы монументальность этих строений прям вау сейчас мы поднялись наверх раз таки над этим амфитеатром дневным кинотеатром вы можете увидеть сколько здесь еще лепоты красоты в ту сторону сейчас парк заканчивается туда на выход паковочным станут там строится новая очередь в начале рассказа своего говорил о том что там появится самый большой за пределами японии японский парк много деревьев много фото зон по той стороне там в зелени когда все там просто одна бесконечная лавочка который можно сидеть и отдыхать здесь конечно же тоже сумасшедшие виды через недельку где-то лучше в мае приезжать чтобы уже все было зеленое и это будет выглядеть просто вау сейчас будем возвращаться обратно по левой стороне еще пару интересных мест вам покажем обязательно сосенки смотрятся ну просто восхитительно ходишь от них красота одно удовольствие прогуливать вот такие места мы сюда действительно хочется возвращаться потому что здесь ну очень красиво ищите ваши эмоции если вы не были здесь то тоже вот как вам по видео удовольствие передать атмосферу этой красоты плюс 20 люди многие в куртках смотрится конечно сверх чудесно и вот мы подходим к еще одному месту тоже удивительному уникальному вот эти как чупа-чупсы одуванчики не знаю назвать как хотите нет светятся во вторых там находится такой как бы звуковой лабиринт от существа детки играют того фоне скамеечки тоже до релаксации отдыха красота еще одна дорожка вот там каких говорил зону отдыха одна огромнейшая скамеечкой там есть дорожка для прогуливания именно по газону тоже очень классно здесь вы видите вот фонари такие стоят это действительно освещение и смотрится вечером эта подсветка просто восхитительно вот мы дошли ребятки до детской зоны из качельки лазовки можно на год с тобой прокатиться дочь была счастлива здесь к массовая игра надо становиться качать воду вон на те вот насосы она будет течь да честно ни разу не видел как она функционирует но воду здесь видел значит что-то все-таки умудрялся запускать тоже вот насосы которые можно прокачивать там можно поднимать воду и спускать ее через жалоба то есть ну такое развлечение физическое для деток выглядит как она работает ну как-нибудь посмотрим и вот вам пожалуйста песочница сама на обращаю в краснодаре который развлекается огромное количество детей такие вот качельки на горочка ну прям круто вот еще одна детская площадка для деток поменьше здесь их тоже довольно таки много сидят с родителями и такой песочек резиновое прикрытие скамеечки вот так вот должно выглядеть двигаться все детские площадки всех дома то есть еще и разделение со всеми но мы подходим на к самому крутому месту здесь находится одна из огромнейших что ли про нас 5 рамп и очень крутое место то чтобы приходить заниматься спортом очень крутое покрытие и можно по кругу прямо раскатываться там тоже самое скейте самокате то есть то место где действительно можно кататься на самокатах на скейтах выйти там прям нереально круто особенно когда собираются ребята видел которые там профессионально занимаются всеми этими движениями то есть это не только парк для прогулок ну и для активного отдыха куда можно спокойно привести детей они будут счастливы что могут здесь прям разогнаться покататься круто досмотрится вот вам пожалуйста теннис настольный приносите ракетки играйте сколько хотите то дальше баскетбольное кольцо короче ребят ну очень 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 круто даже не как стритбол называется там дальше есть скалодром деткам я думаю здесь будет прям классно тем более это все абсолютно бесплатно снизу песочек полезный наверх то есть высоко тут не упадешь но зато вместе прокачать можно особенно если под присмотром родителей так там вообще хорошо будет вижу что совершенно не зря мы сюда пришли кто знает как называются вот эти цветочки посмотрите какая красота просто какие они клевые а фантастика просто фантастика может из понюхала и как пахнут вкусно здесь их можно нюхать и маша выживет после этого этот возле каждого такого дерева такие клевые цветочки кто не отгадал на эти цветочки называется гиацинта знаете здесь уже можем видеть кустики который тоже зеленеет и вот-вот распустятся листочки но от навечно зеленых появляются новые соцветия те же самых листьев здесь находятся такие как бы елочки но вместо иголочек у них шипы и вот еще место в которой нас очень сильно манят чтобы туда дойти птички поют очень интересные шипы выглядит это прям очень круто если кто-то знает как они называются эти деревья напишите тоже в комментариях и впервые когда их увидел при был очень удивлен что такие вообще существуют и вот представьте что вот даже до сюда идет вся эта дорожка кстати точнее весь парк галицкого на тех кто здесь приходит впервые туда дальше там есть еще силовые тренажеры бесплатные есть разные зоны есть конечно некоторые заплату это там вы приходите командный экран то же самое волейбол можно поиграть абсолютно бесплатно кончелях внутренний ребенок называется вы можете поставить на паузу прочитать это какое-то место внутри нас самих инсталляция честно бомбовская в соотношении с тем что здесь находятся такие деревья на которых можно присесть посидеть они естественно как зеленые листики выпускают это что-то вроде платанов сформированных и на таким образом виде скамеечек они поливаются то есть ночью все это смотрится нереальное просто стела до внутренний ребенок напишите обязательно как вам такие вот изваяние интересно вас послушать и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, на этом я заканчиваю наше повествование про парк Галицкого. Я думаю, что сюда стоит приезжать чуть-чуть попозже, когда будет прям очень хорошо все цвести. Желаю всем хорошего настроения и обрести себя в таких вот путешествиях. Ходите, смотрите по сторонам, обязательно делитесь со своими друзьями, чтобы они знали, куда можно приезжать и какие места интересные в Краснодарском крае. Этот парк является лучшим парком в нашей стране, поэтому я его считаю обязательным посещением всех тех людей, которые что-то ищут новых, ищут каких-то вдохновений, потому что здесь оно буквально на каждом углу. Также советую приехать сюда на цветение, очень красиво в новогоднем исполнении, особенно в вечернем, да и сейчас оно тоже в вечернем исполнении будет выглядеть просто великолепно. С вами был Юрий Озаровский, спасибо большое за внимание, ставьте лайки и делитесь. Также ВКонтакте, Инстаграм, да везде, короче, если Юра Озаровский, набирайте поиски, я жду вас там. Пока.